Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная тема. Сегодня мы будем записывать с помощью микрофонов Aston целый музыкальный бэнд. В данном случае сейчас мы начнем записывать акустические барабаны. Давайте расскажу про сетап и про микрофоны, которые сегодня у нас используются в комплектации. В первую очередь, в случае kick-in, у нас используется микрофон Aston Stealth. Выбран режим D, самый последний. Он дает именно эффект ленточного микрофона и с его помощью мы снимаем уже внутреннюю позицию бочки. Снаружи у нас находится микрофон Spirit для того, чтобы снять kick-out. На томах тоже используется микрофон Spirit. Хочется подчеркивать тот факт, что в данном случае у нас используются пады на всех микрофонов для того, чтобы поймать низкий уровень динамического диапазона, потому что это конденсаторные микрофоны и если мы не будем использовать расслабление звукового сигнала, то возможно будет перегружаться сама капсула и сам микрофон. На Snare микрофоне у нас используется Stealth микрофон в динамическом режиме. Выбран опять режим D, это некий характер ленточного микрофона. И в случае оверхэтов опять используется пара Starlight, которые сверху снимают плюс-минус 10 дБ расслабления динамического диапазона. Ну и конечно же, для того чтобы снять комнату, у нас используется Aston Origin, который стоит в углу нашей комнаты и снимает объем барабанов. Все микрофоны у нас подключены с помощью аудиоинтерфейса Antilope Audio Orion 32+, на котором воздействован приампный блок MP32. Друзья, во время установки на хай-хет мы установили Aston Starlight, но когда мы сделали запись всех микрофонов-барабанов, то получилось так, что в принципе очень много было высоких частот. Соответственно, мы решили отказаться от микрофона хай-хета и использовали только микрофоны оверхэтов для получения высокочастотного составляющего барабанного сигнала. Так что в данной аудиозаписи в принципе оверхэтов будет достаточно для того, чтобы получить и хай-хеты, и райды и краши в одном флаконе. Ну и плюс объем самих барабанов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, давайте приступим уже к записи бас-гитары. В данном случае мы будем использовать такой метод записи. В первую очередь у нас будет сниматься сигнал с амплифайера. Звук от амплифайера заходит преамп от компании Avidis Audio MI5. После этого он заходит эквалайзер под названием E12G. После этого у нас еще дополнительно отдельным каналом звук снимается с кабинета с помощью микрофона Aston Stealth. Stealth используется в режиме D, в динамическом режиме для того, чтобы снять больше низких частот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, друзья, давайте приступим уже к записи вокала. В случае с записи мы будем использовать микрофон Aston Origin, поставку от компании тоже Aston и будем использовать поп-фильтр тоже от компании Aston. Кабель для подключения будет использоваться кабель от компании Clots. Будем записать напрямую Orion 32 плюс Gen 3 с помощью MP32. Ну что ж, давайте приступим уже к записи вокала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, друзья, наконец-то все уже записано, давайте поговорим уже про обработку. Мы с моим другом Мартином решили сделать такой челлендж. Что будет, если обрабатывать весь трек с помощью плагинов Slay Digital. И давайте расскажу, как это мы сделали и в каком варианте можно это использовать во время микса. Для начала давайте начнем с барабанной установки. Начнем с бочки. Бочка звучала вот так. Здесь задействован SSL-компрессор подъем высоких частот убрано в районе 800 Гц, потом чуть-чуть убрано в районе 275 Гц, это kick-out, кстати, микрофон. И еще убрано 10 дБ, где-то около ранее 164 Гц. Заходит FAT-компрессор, Custom Series Secure, на котором происходят чуть-чуть изменения, убираются 200 Гц, убираются высокие частоты. И в финале звук заходит не в эквалайзер, в котором убрано в районе 460 Гц и добавлено в районе 50 с чем-то Гц. Да, послушаем, как это звучит. Без и с ним. Переходим дальше. Kick-in убирается в районе 672 Гц и убирается в районе 240 Гц. Потом звук заходит не в эквалайзер, на котором тоже убираются 2,4, 432 и 49,1. Чуть-чуть добавлено. Дальше звук заходит FG-401. И давайте по очереди сейчас буду включать, и вы будете замечать разницу. Отсюда мы вытянули шелчок. Ну и плюс чуть-чуть низких частот, это для плотности. Дальше у нас идет микрофон с нером. Давайте по очереди буду включать и рассказать, что же здесь происходит такого суперинтересного. Но их не очень много, просто каждый делает по чуть-чуть обработки. Для начала здесь работает гейт. Дальше API-эквалайзер. Добавляется бомбер для подчеркивания транзиентов. SSL-компрессор. Открываются высокие частоты. Убирается резкость середины. Убирается мутность в районе 275 Гц. И чуть-чуть добавляется 45 Гц. Для тела. Триммер просто делает добавление громкости. Дальше звук заходит 1176-компрессор вот в таких настройках. И компрессируется вот так. Custom Lift поднимает высокие частоты, низкие частоты. И красный компрессор. Без. И с ним. Вот и вся обработка нашего малого барабана. Дальше у нас идут томы. На томах происходит вот такая обработка. Гейт чуть-чуть поднимается высокие частоты. Убирается в районе 560 Гц. Это именно первый том. И еще добавляется чуть-чуть тела 129 Гц. Плюс закрытые низкие частоты. Давайте сейчас отключим вокал. Но гейт полностью закрывает. Похожая аналогичная обработка происходит с флортомом. На котором стоит у нас уже гейт. Открыты высокие частоты. Убранные опять же где-то в районе 659 Гц. И все. Оверхеты у нас собираются в общей группе. Первый панорамируется лево. Второй полностью право. И здесь у нас стоит вот такая вот обработка. Давайте поговорим про обработку оверхетов. Это самые важные микрофоны. От них нужно получать все. Я рассказал во время записи, что мы отказались от микрофонов хетов. Потому что в данной композиции очень много было высоких частот. Это правильный выбор был. Если бы мы оставили хет-микрофон, то возможно было бы очень много железа. И музыка направилась более в сторону рока. А в данном случае мы получили больше звучания ближе. Ну, модерн шаде. Может можно в кавычках так сказать. Что здесь у нас работает на оверхетах? Первый прибор это Custom Series Equalizer. На котором поднято в районе 4 кГц. Это читаемость. Дальше добавляется SSL-компрессор, на котором открываются высокие частоты. В районе 8 кГц. Добавляется в районе 5 кГц для читаемости. Убирается в районе 677 Гц. И добавляется в районе 135 Гц для бадди. Без. Не снимем. FG-401 делает пиковую компрессию. Добавляется чуть-чуть FAT-компрессии. Для характера. И в конце еще один дополнительный SSL в режиме BL подчеркивает в районе 9 кГц. Чуть-чуть убрано в районе 2 кГц. Происходит эквализация в районе 200 Гц чуть-чуть. Это из-за того, что мы сделали компрессию, и эти частоты стали более ярко выражаться. И еще финально работает фильтр. Послушаем. Без обработки оверхетов. И снимем. Ну и room микрофона. Здесь мы поставили SSL-компрессор, на котором уже происходит типичная эквализация. Убирается высокие частоты, чтобы много железа не проникало уже в сам трек. Ну потому что это более такой попсовый трек. Убрана яркость высоких частот. Поставили FGN. Накрутили полностью драйв для сатурации. Дальше добавили London. Ну и потом преампы. Мы получили эффект старого микрофона. Без. И снимем. Все барабаны у нас собираются в общей группе. На группе у нас работает вот такая обработка для всех барабанов. И давайте по очереди опять же расскажу, что здесь происходит. На группе у нас стоит сатуратор Hollywood, который добавляет тело барабаном. Custom Series Equalizer делает последние штрихи в эквализации. Например, в районе 10 кг. чуть-чуть мы захотели добавить яркости. Убрано в районе 4 кГц. Его было чуть-чуть много. И закрыты высокие частоты до 13 кГц. Для того, чтобы много железа опять же не попадало в трек. Послушаем. Дальше происходит смещение энергетики. То есть, соответственно, в данном случае у нас происходит падем с 7 кГц на 2 дБ на API Equalizer. Потом убирается в районе 3 кГц на 2 дБ, убирается в районе 200 гц на 2 дБ и чуть-чуть добавляется 30 гц. Давайте послушаем, как он меняет ситуацию. Обращаем внимание на то, что фильтр низких частот работает именно в режиме Shelf. Дальше после API у нас звук заходит уже в пиковый компрессор. С помощью которого бочка уже склеивается к остальным барабанным инструментам. И в конце добавляется чуть-чуть ревайвала, на котором открыты чуть-чуть высокие частоты для добавления эффекта эксайтера высоких частот. Плюс ревайвл очень классно подчеркивает вот этот песочный характер малого барабана. Без обработок барабана. И с обработками. На барабанах у нас стоит еще реверберация, посыл. Мы создали специальный посыл. Здесь существует snare top, который отправляется на ревербератор, тоже в который входит пакет Slide Digital. Здесь открыт очень кралостный пресет. Я его часто использую на барабанных установках. Называется CLA All2DrumsWear. Он подмешан с малым барабаном. Ну, такой объем, да, от комнаты. Плюс на оверхетах мы использовали plate. Вот этот plate мы стали использовать на вокале, как основной ревербератор. Для того, чтобы вокал и оверхета звучали с одной позиции, мы именно использовали такой подход. В данном случае стоят вот такие настройки. При delay 80 миллисекунд. Вот такие пропорции самого реверберации. Это plate, но перед реверберацией у нас стоит эквалайзер, на котором вырезаны низкие частоты до 278 Гц. Это можно было сделать и встроенном эквалайзере. Но почему-то мы решили открыть Custom Series эквалайзер. Без и с ним. Перейдем к обработке баса. Бас у нас записан был в двух каналах. Амплифайр и кабинет. В случае амплифайра мы использовали вот такую обработку. Звук изначально был уже классно записан с амплифайром. Поэтому мы использовали только перегрев с помощью FG76 преампа. И чуть-чуть опустили электрогромкость. Вот уже с кабинета мы вытянули основной звук самого баса. В данном случае мы сделали такую эквалайзацию. Добавили в районе 4 кГц. Добавили в районе 600 Гц для бадди. Добавили 60 Гц. И получили вот такой тембр. Повторяюсь, данный звук был записан через микрофон Aston Stelt. Дальше все это собирается в группе. На группе у нас стоит основная обработка уже самой бас-гитары. Все эти две дорожки склеиваются в группе. Здесь происходит параллельная компрессия. The Monster. Здесь пресет есть. Бас-фаттер называется. Чуть-чуть подмешиваем. Для того, чтобы было ощущение вот этого игры на струнах. Дальше добавляется компрессор от компании Audio Fight, который входит в комплект Virtual Mix Rack. Это очень интересный компрессор с мягкой атакой, но приближенно к варимю характеру. Самое интересное стоит в том, что этот компрессор почти не работает. Через него просто пропускается звук для того, чтобы он приобретал вот этот характер сатурации. Дальше у нас в звук заходит FGA. Это API серии эквалайзера, убрано районе 200 Гц, добавлено районе 100 Гц. Без обработки и с ним. Дальше у нас есть уже инструменты аккомпанемента, которые сыграл Вахак. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. В данном случае у нас есть Rodos. Здесь происходит вот такая обработка. На Rodos у него стоит пиковая компрессия. Чуть-чуть добавлены высокие частоты, добавлена середина для читаемости. Убрано чуть-чуть мутность в районе 359 Гц и убрано в районе 158 Гц в режиме Bell. Плюс в конце добавлен еще преамп серии FG76, это телефон кем преамп для добавления сатурации. Это педаль экспрессии. В данном случае он обработан вот так. Здесь происходит обработка в режиме бомбера. Сверху добавляется SSL эквалайзер и пиковая компрессия. Дальше у нас идут FX. FX для начала. Здесь вырезаны просто низкие частоты, чтобы суперсуб низа не было. FX out. Дальше идет у нас звук органа. Орган обработан так. Добавлены высокие частоты в районе 11 кГц. Добавлены в районе 827 Гц. Для того, чтобы опять же подчеркнуть тело. Добавлено в районе 553 Гц и убрано в районе 171 Гц. Получается вот такой тембр. Дальше это заходит в FED компрессор. И происходит сатурация. Плюс орган панорамированный. Здесь это эффекты. Дальше идет уже перкуссия. Перкуссия эквализирована в таком порядке. Добавлено в районе 5 кГц. Убрано в районе 1,2 Гц. Убрано в районе 735 Гц. И еще убрано в районе 450 Гц. Плюс вырезаны низкие частоты. Дополнительно белый эквалайзер позволяет нам убрать в районе 4 кГц. И еще закрыть высокие частоты. Плюс в финале происходит уже пиковая компрессия. Здесь существует еще реверберация. Работает Вербсюит Классик в классическом пресете. Звучит вот так. Это Airpads. На них происходит просто обычная эквализация. Больше такой эффект амбиенса от них получен. Обычная эквализация. И эффект винила. Ну и наконец-то вокал. Давайте поговорим еще про вокал. Вокал без обработки звучит вот так. На вокале стоит вот такая обработка. В первую очередь здесь выбран компрессор-дистрессор. Несмотря на то, что было очень много разных версий, мы решили использовать Fat Compressor. Все-таки остановились на дистрессоре, потому что именно под такую динамику вокала подходит именно оптокомпрессия. Обратите внимание, что выбран режим опто. И компрессор компрессирует в самых слабых местах на 3-4 дБ, а в самых громких местах он может заходить где-то около 10 дБ для стабилизации сигнала. Дальше звук заходит SSL-компрессор, на котором в режиме был открывается 2,2 кГц, открывается в районе 4,7 для того, чтобы дать чуть-чуть считаемости вокалу, убирается мутность в районе 250 герц, убирается в районе 144 герц в режиме был и вырезаются низкие частоты. Послушаем. Специфика данного микрофона Aston Origin, она позволяет записать уже вокал с яркими высокими частотами. Это очень классно, потому что сам тембр уже фиксируется классно и вокалист поет классно. Но в данном случае высоких было очень много, и если на практике очень много людей просто открывает высокие частоты, в данном случае мы просто закрыли высокие частоты. В районе 12 кГц происходит закрытие высоких частот на почти 1 дБ, закрывается в районе 4 кГц, закрывается в районе 400 герц и добавляется в районе 100 герц для бати. Плюс использованы фильтры срез низких частот и высоких частот до 13 кГц. Давайте послушаем. Дальше звук заходит уже параллельный компрессор под названием The Monster. Здесь воздействован мой любимый пресет vocal warm and big. С помощью него я делаю параллельную компрессию, подмешивал с помощью него микс на парочку процентов для того, чтобы дать вокалу больше уверенности. Дальше звук заходит уже компрессор от компании Audio Fight, на котором тоже происходит компрессия. Он реагирует на самые яркие пики и в самых громких местах, если внимательно посмотреть, происходит на несколько дБ компрессии. Смотрите. После обработки здесь у нас еще стоит DSR, на котором происходит уже контроль высоких частот. Дальше уже начинаются пространственные обработки. Первый это Lastrus Plate, тоже прибор, который показал выше. Мы его использовали на overhead тоже. Здесь использовано на вокале тоже. На нем стоят вот такие вот настройки. Дальше добавляется дилей-репитер. На нем был использован миллисекундный режим для того, чтобы внести некую погрешность в повторах. Здесь ставят примерно вот такие настройки. Режим «Новое радио». Вырезаны низкие частоты, высокие частоты, добавлено колора для читаемости. И напоследок, самый последний инструмент, который на практике был использован, это еще один репитер, на котором просто работает моно-дилей на 1,4. Опять же, вырезаны низкие, высокие частоты. И на этот репитер отправляется еще дополнительная реверберация. Наш Lastrus Plate отправляется на повторы. То есть получается так, что дилей повторяет, но повторы уже звучат в самой реверберации. Звучит это вот так. Здесь происходит автоматизация данного посыла, и в некоторых фразах она просто открывается. Поэтому он использован отдельно. Вот такая обработка именно для вокала. Ну и напоследок, давайте посмотрим, какая обработка у нас стоит уже на мастершине. В первую очередь мы использовали лимитер, который входит тоже в комплект Slate Digital, под названием FGX. Вот такие вот настроечки. Здесь чуть-чуть работает ручка Dynamic Perception. Это очень классный параметр, она чуть-чуть вытягивает режим транзиентов, и работа самого лимитера приближена к режиму Hard. Ну, в таком режиме больше фиксируются транзиенты. Дальше. Здесь в первую очередь стоит лента, на котором вот этот бас Alligment убран на 2,79 дБ, для того, чтобы не было слишком много низких частот. Давайте послушаем. После ленты звук заходит уже пиковый компрессор, на котором происходит пиковая компрессия. Ну и в финале задействован EOSIS Equalizer, с помощью которого просто убираются низкие частоты, для того, чтобы не было слишком много субниз. А теперь давайте послушаем финальную версию трека, что получилось после обработки. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Ну что ж, друзья, наконец-то вы увидели, в каком плане можно использовать эти микрофоны. Хочется подчеркнуть то, что мы специально выбрали самый бюджетный вариант Aston Origin, для того, чтобы показать, настолько качественно звучит этот микрофон, который стоит небольших денег. Подводя итоги, можно смело сказать, что если вам нужно записать вокал, то, в принципе, вы можете выбрать Origin. Если вы хотите мультифункциональный микрофон, записать вокал, гитару и другие музыкальные инструменты, то это Spirit. Это более функциональный Origin. Если вы хотите записать еще струнные инструменты, оверхеты и так далее, уникальным микрофоном является Starlight, который для меня был открытием, и я считаю, что это один из самых лучших микрофонов. А вот микрофон под названием Stelt, на мой взгляд, является больше инструментальным микрофоном. Хотя компания позиционирует, что это вокальный микрофон, но вы сами убедились, что он очень классно себя ведет на малом барабане, на бочке, на кабинете бас-гитары и так далее. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваше мнение, что вы думаете об этих микрофонах. Под описанием этого видео будут ссылки на стемы, с помощью которых вы можете уже на своих секвенсорах проверять стемы и делать какие-то обработочки. А я обещаю, что в скором будущем мы встретимся. До новых всем видеоуроков. Всем пока, друзья.